Всем привет, меня зовут Игнат Аполек, а это Vigor GK70, новая механическая клавиатура от MSI и их первая модель без цифрового блока, то есть турнирная. В переводе Vigor означает сила, предыдущие механики от MSI были не очень популярны, поэтому к созданию этих они подошли с большей силой. Давайте посмотрим, насколько хорошо у них получилось в этот раз. По характеристикам, которые вы могли прочитать в интернете, тут стандартный набор механической клавиатуры от А-бренда. RGB-подсветка, NKR-Lower, макросы, софт, съемный кабель в тканевой оплетке и свечи, ставшие стандартным качеством Cherry Mix. Поэтому давайте сразу перейдем к тому, о чем не написано в характеристиках и чем эта клавиатура отличается от армии подобных. Несмотря на то, что с компоновкой скелетон сложно сделать что-то новое, дизайнеры MSI постарались придать GK70 особые черты. Хромированная вставка над цифровым блоком, в котором спрятаны индикаторы, дополнительные металлические кейкапы под стиль этой вставки, алюминиевая пластина серого цвета с фактурой под шлифовку, черный дракончик над стрелками и декоративные вставки с подсветкой по бокам. В общем, выглядит все свежо и практично, легко чистится и не собирает отпечатки. В комплекте есть несколько сменных наборов колпачков, которым позавидует даже сын маминой подруги. 4 металлических и аж 12 с прорезиненной поверхностью, среди которых есть даже shift, control и пробел. Основные кейкапы двухкомпонентной отливки, то есть нестираемые и практически неубиваемые. Символы хорошо читаются и различаются даже без подсветки. Раскладка стандартная с длинными шифтами, одноэтажным энтером и f1 ровно на двойкой. Функциональные клавиши совмещены с мультимедийными. Есть кнопки управления подсветкой и разгоном компьютера. При условии, что у вас материнка и видеокарта того же бренда и установлен необходимый софт. В MSI Game Center можно переназначить любую кнопку или забиндить один из 12 макросов, записанный там же, для каждого из 5 профилей. Кстати, при первом запуске MSI Game Center предложил мне обновить прошивку моей клавиатуры. Крайне не советую это делать. Функция пока сырая и работает нестабильно. RGB подсветка равномерная. Есть возможность изменять яркость, выбирать эффекты, пресеты для игр или закрасить отдельные кнопки по своему желанию. Когда я в первый раз поставил ее на стол, мне показалось, что она стоит на откидных ножках, так как угол наклона был такой же, как у моей клавиатуры на таких ножках. Но тут это особенность корпуса, который у F-клавиш толще. Возможно, там расположены мозги клавиатуры. Хотя и откидные ножки тут тоже есть. Поиграем несколько дней с таким наклоном, разницы для себя и какого-то дискомфорта я не ощутил. И если я уже заговорил о ножках, то они тут добротные, резиновые. Клавиатура по столу не ездит при любых нагрузках. Из приятных мелочей на днище есть канал для прокладки провода, а сам провод съемный, длинный и в тканевой оплетке. Качество сборки отличное. Все хорошо подогнано, люфтов и других неприятных моментов тут нет. На данный момент клавиатура продается только с Cherry Mix Red. На сайте производителя есть еще упоминание о Cherry Mix Silver, но в киевском представительстве мне сказали, что пока будут заводить только красное. И если подытожить, у MSI получилась очень неплохая TKL клавиатура. Хорошие свечи, приятный дизайн, качественная сборка и большой набор дополнительных кейкапов. А единственный и не самый очевидный недостаток – это немного сырой софт, который я надеюсь, что в будущем исправят. Делитесь своими впечатлениями о GK70 в комментариях, подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока! Бип-бип!